Отдать дань поколению победителей. Сегодня глава ЧУАШИ вручил награды ветеранам войны. С ними Михаил Игнатьев встретился на базе загородного санатория. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Благодаря им наша страна одержала победу над фашистами. В республике сейчас проживают более 18 тысяч ветеранов войны. В этом зале собрались дружники тыла. Все они награждены медалями за безуперечный труд в 40-е годы. Отец Валентины Антоновой воевал на передовой линии фронта. Она же в 10-летнем возрасте отправилась работать в колхоз. Я самой старшей была. Мне было 10 лет. Остальные все маленькие 5 человек. Мне пришлось все время работать. Если Валентина Антонова для фронта пекла хлеб, то Мария Александрова в годы войны выпускала снаряды для легендарной Катюши. Дочь друженицы тыла написала десятки статей о трудовом подвиге своей мамы. С 1943 года по 47 июля она работала в Свердловской области в городе Нижний Баранчая. Нижний Баранчая на заводе, электромеханическом заводе. Там какие трудные условия, как они выживали, как им пришлось в течение суток тонны металла перерабатывать. Труженики тыла внесли огромный вклад в победу. Только в республике для фронта выпускали электроустановки для танков, боеприпасы, древесное топливо. Хочется пожелать вам многое-многое лето, благополучия, побольше счастливых дней. Россия в надежных руках, наша Чувашская республика тоже имеет очень хорошее будущее. С каждым годом мы великий праздник и великую победу празднуем еще лучше и еще лучше. И 9 мая у нас будет парад. Забота о ветеранах войны для правительства региона приоритет. Их продолжат обеспечивать жильем. За 7 лет новые квартиры получили 6 тысяч человек. Свое здоровье ветераны поправляют в стенах этого санатория. Те, кто сюда приезжает не в первый раз, говорят, что здесь созданы по-настоящему комфортные условия. На ближайшие годы намечен ремонт здания. В 2018 году мы будем рассматривать вопрос о проведении в этих зданиях, в этих помещениях ремонта для того, чтобы именно нашим ветеранам жили в более благоустроенных помещениях. Ну а сегодня на площадке оздоровительного центра разбили новую аллею. Теперь этот двор будут украшать кусты сирени. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Редактор субтитров А.Семкин